Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем аналитический контент также вам в помощь для принятия торговых решений. Ну что ж, текущая торговая сессия. Ключевой отчет, возможно, не только недели. Это данные по американскому рынку труда Non-Farm Perils, блок статистики, темпы роста зарплат, уровень безработицы и общая динамика роста количество новых рабочих мест за прошлый месяц. Это один из основных индикаторов и один из основных показателей общего состояния американской экономики. Конечно же, это отчет, который напрямую влияет на действия американского регулятора по ужесточению политики и повышению процентной ставки. Напоминаю, что другим отчетом является инфляция, за которой ФРС сейчас следит с особым вниманием. И в зависимости от того, какие мы цифры видим по индексу потребительских цен, корректирует проводимую монетарную политику. Сегодня, друзья, волатильность на рынках будет значительной. Опять же, потому что этот отчет, предстоящий релиз по Non-Farm Perils очень сильно повлияет на рыночное настроение и на вероятность того, насколько американский регулятор может повысить процентную ставку на заседание, которое состоится уже на 2 ноября. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 112.04. Мы хорошо с вами оттолкнулись от уровня поддержки 110 пунктов и сейчас продолжаем развивать локальное обычае Rally. Не хочется, конечно же, накаркать, хотя я прекрасно понимаю, что постфактум выхода релиза нас ждет волатильность, которая может предполагать и локальное снижение индекса доллара. Но мой прогноз как фанатично настроенного трейдера в отношении доллара, но при этом объективно оценивающего реальность, заключается в том, что индекс американской валюты уже начал набирать высоту и дальше будет только лишь крепнуть. Я рассчитываю, что текущая торговая сессия по индексу доллара будет закрыта выше текущих уровней, то есть выше 112 пунктов. То, что мы накопили на этой неделе в плане фундамента, это тоже такая обнадеживающая статистика и фон, который позволяет нам настраиваться на более-менее неплохой релиз, который точно не должен разочаровать. Вспомним последние данные по EDP. Это частная оценка общего состояния американского рынка труда, которая публикуется буквально за несколько дней до выхода Nonfarm Perils. Количество новых рабочих мест по частной оценке в прошлом месяце выросло на 208 тысяч. Прогноз был 200 тысяч, то есть лучший показатель. Очень важный был индекс активности в сфере услуга ISM США, который как бы компенсировал негативный эффект провального ISM в производственном секторе. Фактическая цифра по индексу активности в сфере услуг 56,7. Прогноз был на отметке 56 пунктов. И еще раз напомню, что даже вот эти два отчета, но признаю, они значимы для рынка, повлияли на вероятность повышения процентной ставки на 75 байсных пунктов и на оценку такого шага и решения Федрезерва в ноябре. То есть, если до выхода данных рынок оценивал возможность такого шага в 50%, то после выхода этих данных вероятность повышения ставки четвертый раз подряд на 75 байсных пунктов выросла до почти 68%. Отсюда делаем вывод, друзья, что если такого формата статистика настолько сильно повлияла на рыночное позиционирование, то, конечно же, сегодняшний релиз по Non-Farm Perils может снова просто взвинтить до небес вот эту вероятность, когда мы уже признаем неизбежности очередного серьезного шага американского регулятора, который будет направлен на борьбу с инфляцией с четким пониманием того, что эта борьба может опираться на прогрессирующий и сильный рынок труда, потому что сильный рынок труда, как я уже отметил, это индикатор вообще, насколько хорошим является самочувствие сейчас в целом американской экономики. Очень много выступлений представителей американского регулятора было накануне. Эванс, Лиза Кук, Воллер, Мейстер, которые единогласно поддержали идею того, что ставки нужно повышать и дальше, как неизбежно для того, чтобы обуздать инфляцию и создать условия для дальнейшего экономического восстановления. Чем больше такого рода комментариев, чем больше сильных отчетов, тем выше будут наши ожидания и наша уверенность в том, что американский регулятор останется вот на вот этой траектории повышения процентной ставки. Сейчас по прогнозам по-прежнему 4,5% мы ждем ключевую ставку к концу этого года, но уже многие смотрят дальше и говорят о 5-5,5% к середине следующего года. На этом фоне, друзья, остается дождаться сегодняшний отчет, быть оптимистами. Если вы покупаете доллар, то вы точно в лагере тех трейдеров, которые рассуждают так же, как и я. И сегодня ждем сохранения восходящей динамики. По золоту 1711 долларов за трость к концу для тех, кто не закрывал позиции ранее. Еще раз призываю вас подумать. Друзья, может быть, целесообразно выйти из золота, зафиксировать профит, который есть, и уже не испытывать удачу в погоне за экстра прибыль. Я думаю, что впоследствии будут более интересные точки входа, когда мы точно с вами разберемся с тем, что будет с долларом дальше. Но лучше не рисковать, потому что если сегодня отработает сценарий роста доллара, который будет опираться на повышение доходности американских облигаций, золоту придется отступить. И очень не хочется, чтобы вы попали в просаг. Рынок нефти 94.31. Постепенно мы растем, и этот рост точно будет продолжен и дальше. Потому что страны ОПЕК согласовали сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с декабря. И если еще, опять же, прикинуть, что к концу этого года окончательно вступит в силу пакета финансово-экономических санкций, которые предполагают полный запрет поставок российских углеводородов, рынок нефти может не дочитаться приличного объема. И поскольку мы сейчас не возвращаемся к тематике ковидных ограничений, локдаунов и потенциальной угрозы для экономической активности в регионе, ключевом потребителе углеводородов в Китае, я думаю, что экономическое восстановление будет продолжаться и на фоне кризиса предложения. Все это выльется в очень мощное бычье раль. С целями по бренду, я думаю, друзья, даже выше 110 долларов за баррель. Пока что у нас цель 100 долларов за баррель. Американский фондовый рынок сегодня ждем распродажи и теста поддержки 3700 пунктов. Пара доллар-иена 144,93. Опять же, был повторный тест уровня сопротивления 145, выше пары не прошла. Сегодня у нас будет возможность посмотреть, как наша идея того, что есть какой-то уже пограничный рубеж в этой валютной паре 145, где высокая вероятность интервенции, трейдеры не рискуют прорваться выше. Сегодня мы сможем убедиться в этом на основании того, как пара поведет себя после отчета по Non-Farm Parals. Если станет ясно, что уровень 145 держится, то тогда превратим его в некоторый отбойник, скажем так. Как много лет назад мы использовали и рассматривали по паре евро с ВИСИ, когда действовала привязка 1,2. Евро против доллара 0,98. Как и ожидали, пара снижается. Давление на евро оказывает слабая макроэкономическая статистика, провальный промышленный сектор, который был усилен слабыми данными по сфере услуг. Поэтому тотальное замедление экономической активности во всех секторах ведущей экономики валютного блока Германии и еврозоны в целом вкупе еще с высокой инфляцией, усиливающейся в энергетическом кризисе, все это создает условия для дальнейшего снижения главного валютного риска. Вчера, кстати, вышел отчет по рыночным продажам еврозоны, который снова разочаровал, но мы на хорошие цифры и не рассчитывали. Снижение уже третий месяц подряд на 0,3%. В годовом выражении спад составил 2%. И до выхода Non-Farm Perils сегодня в 6.00 по GMT будут представлены данные по рыночным продажам Германии. Я ожидаю тоже плохих цифр и, соответственно, еще большего давления на евро. Другие активы пока не трогаем, друзья. Следим за сегодняшним Non-Farm Perils, отчетом, который точно всколыхнет волатильность. Контролируйте риски, это очень важно. Следите за загрузкой ваших депозитов. До скорых встреч. Всем пока.